Добрый вечер всем, сегодня наш лилмодовский канал, сегодня Гимал-Элл, наверное, надо что-то сказать на эту тему, дальше посмотрим. Я вчера видел замечательный текст на Фейсбуке. Рав Штензельс как-то рассказывал своим ученикам, что он думает про Равкука. Сейчас я найду это место. Еще раз. Рав Штензельс рассказывал своим ученикам, что он думает про Равкука. Мне показалось это удивительно уместно в связи с Гимал-Элл. Может быть, это лучше всего объясняет, что такое Равкук. Тот, кто знает иврит, наверное, сразу слышит, что это отрывок из молитвы на Рош Шана. Это частная страница чья-то, кто был когда-то учеником Рав Штензельса, учился в его ишиве Макор Хаим. Сейчас он сам преподаватель. Время от времени он поднимает такие интересные истории про Рав Штензельса. И в честь Гимал-Эллу, в честь тёрца Рава Кука, он поднял такую историю, связанную с Рав Куком. Значит, рядом с конторой, с Мисрадом Рав Штензельса был круглый стол. Стоял он в середине большой библиотеки. Библиотека, рядом с офисом Рав Штензельса. Однажды мы сидели и разговаривали, болтали. И, среди прочего, зашёл разговор про Рав Кука. И как раз в этот момент Рав один вышел из своего офиса, вышел на дворе, услышал наши разговоры. И я вмешался в наш разговор. Без предисловий он сказал, чтобы вы поняли, кто такой был Рав Кука, я вам расскажу историю. Это не мифология, не то, что называется «Житие святых», по-русски называется «Агеография». Да, это не «Агеография», я слышал это из первых уст. Человек, который присутствовал при этом. Мы поднялись со своих кресел и собрались вокруг Рава Штензельса. И так он рассказывает. Шаббат был один, когда Рав Кук находился в Лондоне. Что Рав Кук делал в Лондоне? Что Рав Кук делал в Лондоне? Боролся с Монтегу. Что такое Монтегу, я не знаю. Рав Кук находился в Лондоне во время Первой мировой войны, поскольку он был интернирован как иностранный гражданин. Он какое-то время находился в Швейцарии. По-моему, у него было российское гражданство. Из-за этого была проблема находиться в Германии. Поэтому он поехал в Швейцарию. Какое-то время находился там. А потом услышали в Лондоне, что Рав Кук находится здесь и не может вернуться в Исраиль. И они сказали, как раз он нам нужен. И они его пригласили быть в большую синагогу. Это время Первой мировой войны. Рав Кук находится в Лондоне. Потом он разбирался с декларацией Бальфору и так далее. Он молился в одной из самых красивых синагог города. Софат финалит сам ведь кнесет. В конце молитвы он выходит из синагоги. Его сопровождает большая компания самых уважаемых людей и общины. И эта синагога находилась, как это сказать, в квартале для богатых. Один из людей. Он вышел из своего дома сказать Раву Шаббат Шарон. Какой-то еврей, по-видимому, не очень ортодоксальный, тоже решил поприветствовать Раву с субботним приветствием Шаббат Шарон. Рав Кук остановился. Говорил с ним довольно долго. А все стоят и ждут. Тоже, как говорится, люди уважаемые. Все стоят и ждут. После того, как Рав Кук закончил сговорить с этим евреем и начали двигаться дальше, вероятно, в сторону его дома, один из присутствующих спросил, как это так он с таким уважением относится к человеку, который не наш, чужой, но Миширана. И еще в присутствии всех самых уважаемых людей из синагоги, в присутствии всех раввинов, он разговаривает с этим евреем. Рав Кук отвечает вопросом на вопрос, что значит, что он не наш? Откуда он может знать, что он не наш? Как? Ты разве не видел, что из его квартиры... Речь идет про Шаббат, да? Ты не видишь, что из его квартиры из кухни поднимается дым? Шалом Элавейтера Кук, значит, один из провожатых спросил. Ты разве не видел, что он готовит Шаббат, нарушает Шаббат? Ревитбах немецкий, который находится в духовке, который находится в духовке, в духовке. Я не знаю, в духовке синагоги или в духовке, куда. Мы поэтому и видели это, что они готовят еду. Они устраивают узлы на Шаббат, нарушает Шаббат. Мы смотрим на руках, как вы думаете, что они готовят. Шамушамай! Какой ужас! Рав Штейнзальц становился. Он улыбнулся. Лицо его выражало удивление. Какие-то маленькие слезинки показались у него в глазах. И он говорит дальше. Рав Кук резко поворачивается в сторону двора этого богатого еврея. Битли Шама рукот долго смотрит в ту сторону. Я не вижу дыма. Ему говорят нет дыма без огня. Нет дыма без огня. Он говорит. Где дым? Нет дыма. Вы понимаете. Рав Кук просто не видел этого. Рав Кук остановился на минуту. Хотел проверить, до нас дошло или еще нет. Тогда он еще сказал. Есть люди, которые читают про любовь к ближнему в книжках. А грехи других людей они видят своими глазами. И записывают все. И пересчитывают все. И подписывают все. Рав Кук читал про грехи в книжках. А любовь к ближнему у него была непосредственной и простой. Настолько, что он даже не видел недостатков других людей. Этот бывший ученик пишет дальше. «Ты хочешь сказать, что Рав Кук был немножечко, как это сказать, оторванным от реальности?» Рав Кук говорит, что ему был дым. Он смотрел на меня и взглянул, «Ты дым?» Ты говоришь, что Рав Кук был в минуту так, что Рав Кук был в аттурман, на действительность? Ты дым? я тебе рассказываю потрясающую историю это все что ты хочешь спросить и тогда он сказал так нет он не был оторван то что я говорю что есть люди которые живут в этом мире говорят высшими а есть люди которые живут в высшем мире и смотрят на этот мир через каскадь глаза через очки этого верхнего это не называется оторванность и он сказал так немножко с недовольством это просто другой взгляд нам я не живу в мире отсюда я выучил что по крайней мере я могу начиная с сегодняшнего дня пересчитывать и засчитывать и подписывать заповеди другого человека вместо того чтобы подсчитывать его грех и может быть тогда я буду меньше страдать диагноза наши и не наш ваши фидбэки кто-то что-то понял или нужно как говорится повторить о чем шла речь это нет понятно конечно все но раф кубок и раф штейнтальс такие такая высота что нам тяжело достичь мы так не можем поэтому думаем наверно поэтому он говорит что есть люди которые пересчитывают грехи других людей есть люди которые пересчитывают заповеди других людей если кто-то хочет присоединить к этому какую-то что называется аскала есть такое выражение по моему на объем-ъеме есть и витсхоггинсбург об этом много говорит нужно смотреть на другого еврея глобально на любого человека так как он находится в первичной мысли акк это адам кадмон такая каббалистическая структура начало творения надо смотреть на человека глазами адам кадмон 1 1 адама вот так буквально в глазах 1 адама наверно нет грехов ни у кого так я почему-то думаю витсхоггинсбург очень любит это место и он говорит что он стоящий же бы это тот который умеет смотреть на человека глазами вот этого адама кадмона взгляд в котором грехи не занимают место это есть это есть цадик что делает этот взгляд человек как известно отражается во взгляде других людей то как на меня смотрят так я смотрю на себя когда человек приходит цадику который не видит в нем недостатков и это самое главное что делает цадик для человека который к нему приходит он смотрит на него и не видит в нем недостатков и это помогает человеку подняться из того места где он находится то есть что значит он не видит он смотрит на него взглядом верхнего мира ну что здесь про целут на самом деле выше адам кадмон это еще выше и он смотрит на него глазами верхнего мира и это помогает человеку выйти из той грязи в которой он находится в нижнем мире это эффект правильника то есть как бы не просто не замечать как он спросил что значит он был отторван от реальности как раз был очень связан с реальностью он очень хорошо понимал же для того чтобы поднять человека из того места в котором он находится надо посмотреть на него взглядом из более высокого мира вот эффект естественно в этом без фокуса то есть не то что я себя убеждаю что у моего соседа слева нет недостатков одни достоинства это так это не работа он реально так видит это реально ступень и когда цадик каким образом смотрит на человека то он поднимает человека и самый большой грязь есть садиким которые умели это делать наверное у каждого из нас есть кусочек садика потому что иначе бы нам об этом не рассказывали наверное то что стендерс рассказывать своим ученикам что немножечко из этого можете взять себе тоже как вы смотрите на людей что позитивный взгляд на человека дает ему силы подняться из того места где он находится мы как-то рассказывали такую мальсу мальсу я слышал от раба что жил был еврей еврей был ну так сказать не сильно религиозный но каким-то образом связанный с любавическом хасидизмом и по шабатам он приезжал в синагогу в любавическую самую главную который сон сонти так продолжалось много лет приезжал по шабатам синагогу и никто ничего не говорил это начинало началось еще при предыдущем время это продолжилось при последнем тоже много лет никто ничего не слова и вдруг какой-то момент на каком-то шабате на него смотрит упор говорит ему так ты прекращаешь работать по шабатам ты закрываешь свой бизнес по шабатам этот еврей так растрогался что он взял ключи и отдал рабе ключи от своего бизнеса говорит рабе вот это ваш бизнес вы командуете парадом вернул ему обратное ключи сказал шесть дней работая на седьмой день отдайте ключи и когда я слышал эту историю а что не надо было ему сказать что нельзя ездить субботу на машине искренне удивился моему вопросу и сказал а что если он не спрашивает надо ему об этом говорить как эти две майсы связаны очень просто то что не видели в нем что он нарушает шаббат это то что в конце концов привело ему к тому что он начал соблюдать шаббат то есть если бы ему дал доней либо на каждый шаббат а ты опять приехал на машине я сомневаюсь что он вообще продолжил туда ходить но именно это вот это противоречие что на него смотрят сверху в том месте где он уже соблюдать шаббат это то что дает ему силу внизу также соблюдать конечно для нас это для всех урок как надо смотреть на вещь понравилась история очень понравилось еще чуть-чуть как лицо углубиться есть разные виды зла зло многообразно из поколения поколения об этом пишет как добро становится все более глубоким и разнообразным так и зло тоже становится все глубже и разнообразно то есть такое идет социалистическое соревнование где-то пишет об этом что есть люди от которого никогда ты не ожидал таких доблести которые они проявили другой стороны есть люди которые делают такие подлости такие мерзости что тоже никогда вот и не ожидал что вообще люди на такой способ почему это важно потому что обычное зло исправляется обычными методами зло которое есть нашем поколении оно такое грязное оно такое глубокое что обычные методы не помогают и парадоксально именно это самое глубокое зло оно быстрее всего и потом переворачивается переворачивается оно именно тогда когда человек встречается с садиком который не видит в нем этого зла где написано но и битовая авенда яков и кто это говорит на не видел греха в якобы кто это говорит но это простой вопрос не видел греха в якобы никто не знает где это написано да ладно да ладно я подумал что здесь собрались знатоки святого писания это Белям когда он приходит так сказать проклинать евреев вместо проклятия он благословляет там есть эта фраза ло и бит авенда яков не видел греха в якобы то есть он говорит что всевышний не видит в якобы в еврейском народе грехов то есть это одно из самых высоких и одно из самых мессианских пророчеств что всевышний как бы не замечает наши грехи мне кажется что это связано с тем о чем мы говорили что через то что всевышний не видит греха это то что исправляет грех можно мои две копейки мне кажется что это схоже с тем что люди которые нас любят все люди которых мы любим и видим их недостатков и поэтому все все просто принимаем и видим только достоинства да да согласен согласен да просто любовь как бы растворяет все да это именно именно об этом речь но интересно что этот послуг он же связан с приходом Машиеха это же мессианский послуг то есть это в мессианские времена всевышний будет закрывать глаза на грехи людей и это то что исправляет мы как постоянно говорим что праведники подобны всевышнему и поэтому это тоже самый метод праведника он не видит греха в человеке и это то что исправляет человек или можно сказать как мы сказали что есть такие такая глубина падения что даже смотреть туда нельзя единственное что можно только не в этом это просто не смотреть туда не видите вот такой парадокс окей это была первая часть нашей программы вторая часть нашей программы мы нашли такую замечательную книжку которая называется есть у тебя крылья духа начали ее читать и мы продолжим ее читать никто не против нет никто не против все за абсолютно единогласно тогда я сейчас переключаюсь нужно понять что здесь есть парадокс что когда люди в общем были так сказать хорошими то способ исправления был взять увеличительное стекло и рассматривать под увеличительным стеклом все грехи сейчас люди стали такими плохими что это не работает вот в чем суть дело не в том что это правильно или неправильно дело в том что это не работает я сейчас был в Вишиве и там две лекции одна за другой одна про Равкука в честь того что сегодня Йорцит и другая Раббинахман запись у меня есть поэтому наверное завтра мы ее послушаем это урок Равнатана и они известны совершенно противоположные то есть Рав Кук говорит надо человеку говорить какой он святой какой он великий какой он чистый и какой он весь из себя и какая у него великая душа и какой у него шлихут и все остальное все кто регулярно читает Рав Кука уже знают о чем он говорит Раббинахман говорит о том какой человек грешный и какой человек плохой это вот та Тора которую сегодня учили я надеюсь может завтра прочитаем и послушаем ее он говорит что все проблемы которые есть у человека в жизни они от его тени у человека есть слишком длинные тени это все что из-за этого у него проблемы в жизни кто прав Рав Кук который говорит что какой ты хороший или Раббинахман который говорит какой ты плохой как как это все соотносится есть анекдот который я давным-давно слышал я уже не помню от кого говорит что в израильской школе есть такая система оценок кто знает или подтвердит или опровергнет говорит пятерка это Митсуян замечательно четверка это хорошо тройка это может быть лучше двойка это Нешаматова Нешаматова это значит добрая душа такие оценки говорят ставят в израильской школе пятерка пятерка четверка четверка тройка может быть лучше двойка Нешаматова добрая душа когда человеку говорят добрая душа в переводе на общепринятое это означает двойка поэтому двоечнику необходимо слышать что он добрая душа и это то что его подымет и превратит его когда-нибудь в отличника поэтому надо очень аккуратно читать эти все вещи по большому счету все рассказы о том какое-то святое это означает двойка ты совсем не упал и совсем не впал в отчаяние что еще хуже тебе постоянно надо напоминать что у тебя добрая душа тогда рано или поздно может быть ты подымешься что такое рабинахман это люди которые уже вышли из двоечников и которые уже начинают работать над собой исправлять себе какие-то реальные вещи там уже надо смотреть на вещи более реальным взглядом так иначе это дополняет друг друга и весь вопрос сколько процентов должно быть этого и сколько процентов должно быть этого это может меняться от одного человека к другому это может меняться от времени где человек находится и так далее это все очень динамично но по большому счету сама това означает добрая душа означает двойка поэтому это урок для двоечников чтобы чтобы не было никаких сомнений это особо надежь начало было вчера не поднял сомнений сомнений к духовному взгляду не должен задерживаться вопросами собственного духовного положения другими словами человек который взглядывается так сказать исследует какие-то духовные материи не должен слишком сильно копать собственный духовный уровень почему потому что у человека должна быть ясность сознания и ничего не должно ему мешать потрясающая вещь он здесь говорит что если ты человек духовный в своей природе занимаешься духовными исследованиями то не копай слишком глубоко свои явные или мнимые недостатки почему как минимум потому что это мешает твоему постижению максимум потому что ничего не исправляет сейчас посмотрим что тут говорит комент потому что разум он открыт как море постоянно только когда эти люди обладающие ясным сознанием не верят в себя думают что проблемы большинства людей это также их проблемы тогда есть задержка в продвижении есть люди которые как птицы которые вылетают очень высоко если они попробуют ходить по земле как кошки у них ничего не получится они плохо умеют это делать человек который рожден летать должен летать в своем духовном измерении и рано или поздно это исправит его истинные или мнимые недостатки а если он начнет ползать на земле поскольку он обнаруживает себе какие-то недостатки подобные недостаткам другим людей ничего не исправит что говорит комментарий тот кто по своему характеру склонен к духовному духовному созерцанию его душевное свойство содержать васягару хани постигать духовной материи и он должен этим заниматься с ясностью сознания и не задерживать свое духовное постижение ни по каким причинам и даже если это причина материальная и даже если это причина моральная нравственная то есть если он чувствует что он где-то ведет себя не по стандартам нравственности которые он себе установил то есть кажется ему что он не находится на достаточной ступени нравственности чтобы заниматься таким духовным исследованием он не должен обращать внимание на подобные соображения потому что разум он как море постоянно открытое это значит что способность духовного постижения не повреждается никаким препятствием опять же человек должен знать свою природу своего природы это духовное постижение он должен заниматься духовным постижением духовным созерцанием не компанией своих недостатка праведники страдают мучаются когда их вера в себя уменьшается опять же царик это как птица парит в облаках в какой-то момент начинает думать правильно ли он делает что считает себя птицей правильно ли летать может правильнее ползать и тогда он мучается они начинает думать что они такие же как все даже эти все даже если эти все не все а самые лучшие из них даже тогда они не могут спастись от внутреннего унижения цадик это другое качество другими словами есть люди которые учат талмуд может быть еще лучше чем этот цадик да но разница не в количестве а в качестве есть люди которые может быть соблюдают заповеди тщательнее чем этот цадик но они это все делают на земле а цадик это все делает в небесах и поэтому даже если он будет брать пример с какого-то большого талмид хахама все равно внутри он будет чувствовать униженность что это как бы не его путь что его путь высоко гораздо выше мы должны знать что тхуна что тхуна не шматан и гамры тхуна ахер должны знать что у него совершенно другая душа или она высокая тхуна и жажда святого света и прилипленности к богу требуется от них постоянно они должны воздействовать на все остальные души которые получают свое питание от их души великой окружающей коллективной есть цадиким через которые идет духовная энергия не только на них самих а на весь мир если они падают весь мир падает почему они падают начинают думать что они такие же как все в тот момент что они начинают думать что они такие как все они падают а это не гава это не высокомерие ответ это да может быть высокомерие но изначально говорит я обращаюсь к элите четко говорит я обращаюсь к элите та часть торы которая говорит о том какой-то грешный какой-то низкий какой-то слабый это турала ровцы да в большинстве та часть торы которая говорит какой-то великий святой праведный это элитарный тор какую-то тору ты должен учить хороший вопрос можно сказать поколение машеха это очень высокие души не все но очень высокие души и они должны учить на такую элитарную тор такой пример раби шимон бар юхай дашьбе есть такая тема когда ученики собирались вокруг раби шимона они пели ему такие дифирамбы которые даже страшно повторить я не помню всех но можно поискать божественное светило божественный свет ну не помню не знаю надо искать есть маамару рэби который задает вопрос а что это за система зачем петь дифирамбу цадику он объясняет нам несколько вещей во-первых он объясняет что то что мы не поем дифирамбы вообще говоря это потому что у людей есть высокомерие и самомнение то есть петь дифирамбы это правильно уже с тех пор появился Корнеги который говорит тоже что петь дифирамбы правильно и тот же Лайде Шлома Карлибах который был большой специалист по пению дифирамбов на самом деле наверное это что-то связанное с нашим поколением что наше поколение правильно а для чего он говорит что цадик находится на таком высоком уровне что для того чтобы он спустился с своего уровня на уровень своих учеников это только с помощью этих дифирамбов аналогия Всевышний так высок что для того чтобы его свет пришел в этом мире это через то что мы поем ему словословие дифирамбы так и иначе есть такие высокие души которые раскрываются только тогда когда им поют дифирамбы или когда они сами себе поют дифирамбы остается вопрос ты такая душа или нет хороший вопрос сколько дифирамбов так сказать на на единицу времени это тоже хороший вопрос но по крайней мере тебе сообщают что такая работа существует она связана с Машьях Машьях это высшая точка души для наших рассмотрений есть такие высокие цадиким которые должны быть источником энергии для всех остальных душ и в тот момент что они падают то есть воображают что они такие как все они теряют эту связь они теряют этот канал и вместе с ними падают все остальные как все таки различить люди которые по своей природе стремятся к тайнам Тора и святой мудрости вообще и это у них природное то есть не люди кто говорят есть митцва учить а те у кого это по природе стремление к тайным Торы он может понять что может быть он из таких цедиков хотя иногда их свет уменьшается теряет свой свет свою возвышенность даже иногда они падают в какие-то неподобающие вещи это сказано семь раз попадет цадик и поднимется и после всего что происходит с ним пусть не удаляет свою веру от сущности святости своей души пусть он продолжает верить в ту святую душу которая в нем есть и пусть он скажет открытым текстом и узнаете что выделил Всевышний своего хасида после того как нападают на Давида и говорят ты такой секой ты взял чужую жену он им отвечает и говорит и узнаете что выделил Всевышний своего хасида Всевышний услышит мой призыв к нему и так есть такие все-таки даже если они падают если они падают они все равно должны возвращаться к своему урону еще или остановиться или остановиться вопрос на голосование продолжаем или остановимся наверное уже остановимся а мне надо переварить переварить хорошо так еще мнение могу еще очень интересно все входит легко окей так какие еще мнения очень интересно два два дальше давайте еще три один ольга вы в меньшинстве сегодня очень очень интересно и хочу сказать что какой мере мере мерить и такое вам отмериться ну как бы о милосердии то есть я вижу что любовь покрывает грехи и как бы но это такая грань если взять деяния апостолов послания апостолов тогда мы видим там конкретику и разделение очень сильное когда называют все своими именами и когда когда христос переворачивал столы в храме и такие такие действия когда говорилось все как есть и если взять пророка амоса то он говорит пусть как вода течет суд и правда как сильный поток ну то есть во мне вызвало вот такое у меня такие разделения и как бы я не я сама проживаю это все когда смотришь на человека и хочешь и ты его видишь выше чем он есть как бы хочешь его ну как бы поднимаешь его даже этим взглядом духа на на высшую точку и на высшую высший уровень но есть вот это разделение все-таки когда пророки были неудобны они говорили всегда то что они должны были сказать да это две руки это должно быть и то и то то есть вопрос в каком соотношении и вопрос кому что нужно дать в этом весь вопрос вы знаете мне кажется что очень многие из нас остаются много еще много лет детьми по сути школьниками то есть нам требуется чтобы кто-нибудь нам ставил оценку и говорил плохие мы хорошие вот наверное вот эти вот садики это люди которые сумели это преодолеть каким-то образом да и они ставят вам хорошую оценку когда вы приходите к ним и это дает вам возможность поставить себе хорошую оценку еще момент очень важный момент вы затронули тему царствия небесного расширение царствия небесного именно в теме расширения зла и мне кажется что если не разграничивать тогда вот если у тебя нету позиции если у тебя нету позиции и тогда у тебя нету конкретики и тогда как бы ну получается что ты не можешь защитить то что ты имеешь и понятно что не сила и не воинство но духом моим говорит Господь и как бы но я все-таки как бы чувствую что если царствие Божье не ширится то ширится царствие зла окей можно еще сказать а я хочу сказать что Григорий сказал наверное такую очень интересную мысль что эти царики не оценивают не говорят себе плохой он или хороший у них нет оценки очень интересно серьезно мне прямо вот так вот аж опа ну надо тоже над этим подумать как правило как правило человек то зло которое человек замечает в мире это то зло которое есть внутри него и поэтому царик не видит ни в ком зла он исправил себе зло и поэтому он не способен видеть другого человека зло даже если он захочет я могу согласиться с тем что это определенные ограничения наверное да но царик у него нету выхода у него уже атрофировался этот орган которым видят зло ничего не может с этим делать потому что человек видит другом только то что есть в нем сам основное правило каббалы то что ты существует внутри тебя в большей степени и в меньшей степени это следующий орган поэтому зло отражает зло зло исправляет зло написано цифре цилий и так далее то зло которое человек видит в мире почему оно притягивает его взгляд потому что в человеке в самом есть зло от садики они такие оторванные от мира поэтому да есть место для людей которые видят зло но прежде всего это внутреннее зло потом только все остальное тем не менее основная работа нашего поколения основная проблема основная работа нашего поколения это искать частицы добра как внутри себя как и внутри остальных людей только это по-настоящему исправляет поиски зла во-первых его не надо искать оно воочию во-вторых это ничего не исправляет человек просто наполняется злостью и отчаянием больше ничего это ничего не исправляет но мы собирались продолжать да точно мы еще не всех опросили давайте еще кусочек интересное место начнем и оттого что они не проникают в глубину величия которое есть в их духе то есть цадик который недостаточно высоко поднимает планку опять же он думаешь он такой же как все это та же самая тема он думаешь он такой же как все это в известном смысле может быть самым большим грехом из-за того что он думает что он как все это он не делает то что он должен делать он копается в песочнице а ему надо летать это совсем другая тема как это почувствовать он говорит они чувствуют стеснение своего духа они не верят полной верой в святость своих устремлений они не замечают основу света которая в широте их взглядов кто-то сомневается что говорит это о себе кого-то есть сомнения что это та внутренняя борьба которую он переживает потому что он открывает что-то совершенно новое совершенно необычное и он делает это борясь с сомнениями а кто я такое может быть это неправильно а может все наоборот Тениан пишет что есть такие царяки скорее всего говорят о себе что у них есть высшие душевные качества им приходится постоянно бороться с собой потому что Ецарара приходит и говорит что-то такое ты больше это говори они идут согнувшись от тяжести песка мировой глупости гнева глупцов которые ложится на них тяжесть из-за из этого они находятся в море духовных несчастья то есть это мировая глупость давит на них сковывает их душу им приходится постоянно говорить я верю в то что внутри моей души про но за царем жила мое мое фирма и узкие взгляды толпы стесняют их дух Возвысится до полной высоты самостоятельной мысли, что берут рационам и величие их воли, у них нет сил. Никак не могут распрямиться во весь рост. Есть два цадика, цадик согнутый и цадик резогнутый. Они не могут подняться, они могут резогнуться. Они должны, в конце концов, проснуться от своего сна, и с всеми отношениями с миром, которым я относился к обучению толпы, который раскрывается им постоянно из их особенных окон и форточек. Вернуться к Гошему – это вернуться к тому раскрытию, которое специально для них. И не смущаться тем, что толпу учат иначе. Ну вот, на этой ноте можно уже завершаться. Кто-то еще хочет пару слов сказать – пожалуйста. Мне кажется, что это интересно. Просто такой вопрос. А как это согласуется с Ира, с страхом перед Всевышним? Ведь человек же должен бояться, что он сделает что-то не так. Это, как только что было сказано, это наставление для толпы. Относишь, если ты к толпе или нет – нитшанский вопрос. Но все боялись. И царь Давид боялся, и Моше боялся. Надо понять, что значит это боязнь, что значит это страх. Это, так сказать, отдельная тема. Царик – это любовь. Еще раз говорю, поскольку Равкук обращается к нашему поколению. Наше поколение в основном – это служение любви. Вообще, Каббала – это служение любви. Раби Шимон сказал, что мы зависим от любви. То есть наше служение – это служение любви. И поэтому разные поколения. Что делает Моше Рабейну после греха Золотого Тельца? Он говорит, ты меня уважаешь? Тогда открой мне свое лицо. Ну, где здесь страх? Давида Меллах. Давида Меллах после того, как он кается в своем грехе, что он дальше говорит? Верни мне Святой Дух. Там не так просто соотношение между страхом и любовью. Верни мне Дух Радости. Верни мне Дух Святости. Оживи разбитые кости. То есть нам все непросто. Единственный вопрос, в каком порядке? Поскольку люди приходят снаружи, и они ищут света, и ищут любви. Способ приблизить человека – это свет и любовь. Буквально вчера был еще один отрывок, что когда человек накопил в себе достаточно энергии и любви, только тогда он может заниматься тшулой. Если он будет заниматься тшулой и накопил в себе достаточно энергии и любви, это закопает его в землю. Он ничего не исправит. Это нечто, что люди не понимают. Потому что раньше об этом не говорили. Скажем так. Спасибо. Дальше тоже там есть такая фраза, что если сравнивать, от чего больше ущерба, от гаава, высокомерия или от шифлут, от самоуничижения, то от самоуничижения ущерба гораздо больше. Поэтому если человек ставит вопрос, а что, вдруг у меня это гаава? Окей, может быть, но… А вдруг это у тебя избыточный шифлут? Слишком низко себя ставишь, и это гораздо опаснее. Вот такой парадокс. То, я думаю, сегодняшний вечер хватит. Я очень надеюсь, что мы вернем каким-то образом утренние уроки тоже. Сейчас у нас появилась Ишива. Это уже совсем другой дух, другой настроение. И посмотрим. Несколько дней определиться, потому что с утра там как раз занятия, одно с другим стыкуется. А если в девять утра, с девяти до десяти сделать утренний урок, что народ думает об этом? Нет, не получается. Нет, ну, есть какая-то группа, которая регулярно, так сказать, участвует в утренних уроках. Поэтому, как бы, в основном просто снимать. Не значит, что мы отменяем вечерние. Вечерние остаются каждый день, есть урок. Тема меняется, так сказать, адрес нашего телеграмма можно взять у Натана. Но предлагаю подумать, потому что мне хочется, чтобы утренний урок остался. Но единственное, что в одиннадцать это как раз в середине утреннего седера, утреннего распорядка в Ишиве. И это мне не стыкуется. А если, например, с девяти до десяти, то, может быть, у меня получится. Окей, то есть это тема для обсуждения. Спасибо всем. И давайте учиться глядеть на себя глазами и править. Вот такое у меня пожелание. Все, я заканчиваю. Спасибо. Останавливать тоже, да. Привет, Павел. Спасибо большое. Спасибо. И до встречи. Все хорошо. Окей. Давай. 양, Stuart. Продолжение следует...